Два кота стоимостью несколько тысяч долларов погибли от кровотечений. Клетку с ними кидали на выгрузке, как чемодан. Новость об этом взбудоражила общественность. Это не первый случай гибели животных при перелетах. Единых правил провоза животных для авиакомпаний нет. В сети говорят, что самые плохие условия у аэрофлота. Мы решили в этом убедиться. Ответ получился обтекаемый. Будет находиться вместе с багажом, где находятся сумки. Но в том отсеке, раз там будет животное, командир предупреждается, он включает отопление. А нет риска, что на нее там сумки скинут, сбросят, что она будет в сжатом состоянии ехать? Вы знаете, это малая авиакомпания зависит. По правилам нашим все риски исключены. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. В поездах отношение к животным лояльнее. Хозяин может выкупить купе или оставить питомца в тамбуре, в переноске, на поводке и в наморднике. Перемещение на автобусе строго ограничено законом. Допускается перевозка мелких животных в контейнерах с глухим дном, размеры которых в общей сложности длина, ширина и высота составляют не более 120 сантиметров. Больших животных перевозка сегодня не допускается. Питомца можно перевезти на такси или оставить на время друзьям. Если нет, крупных собак можно отдать в гостиницу при ведомственной охране, а небольших оставить в частном отеле или на передержке. Заходим на какой-то сайт, смотрим отзывы о том, кто когда держал собаку. И уже по этим отзывам начинаем думать, оставлять или нет. Хорошо, если мы знаем этого человека, насколько он порядочный и добросовестный. Только после этого мы можем доверить свою собаку посторонним людям. Хозяин должен обязательно завести питомцевый паспорт и поставить прививки. При перевозке увидеть погрузку. Но пока компании считают питомцев багажом, риски травм по-прежнему будут сохраняться. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.